Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь, назидая нас, приготавливая нас к Великому посту, предлагает к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 14, стихи с 19 по 26, то есть до конца 14 главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. «Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверь, а все, что не поверь, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие и по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вери. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами готовимся к Великому посту уже. Крайние дни, последние дни сырной седмицы. И церковь сегодня нас назидает словом апостола Павла из послания его к римлянам. Это одно из выдающихся богословских посланий, богословских трудов вообще, церковных и религиозных. И в сегодняшнем тексте апостол пишет, как некий для нас совет, как некие духовные упражнения, как духовная практика. «Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Вот, наверное, один из главных тезисов Великого поста. Ведь Великий пост служит для искоренения наших грехов и для объединения людей под знаком покаяния и любви друг к другу. Недаром в одну из подготовительных недель мы читаем в неделю о страшном суде, мы читаем Евангелие от Матфея, притчу о суде, сказанную Господом нашим Иисусом Христом, о том, что одни станут слева, другие справа. Вот эта помощь нуждающимся, помощь ближнему, вне зависимости от его политических убеждений, от его отношения. То есть уместно вспомнить притчу о добром самарянине, да? Вот эта помощь ближнему — это один из краеугольных камней нравственной жизни каждого христианина. И вот этот текст сегодняшний, вот 19 стих сегодняшнего отрывка, первый стих нашего отрывка, он говорит об этой взаимопомощи, о том, что наши упражнения, наша духовная практика должна нас не озлоблять, а искать точки соприкосновения друг с другом. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Взаимное назидание. Мы будем Великим Постом молиться и говорить о том, чтобы дух любоначалия Господь не даровал нам, отнял это любоначание. Мы любим начальствовать, любим назидать других, в то же время сами не хотим слушать совета. И нам не нравится, когда нас обличают. Но зато мы являемся практически экспертами в каждой области, о чем нас не спроси. Хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что это далеко не так. Вот эта внутренняя самокритика и умение слышать другого человека, понимать его настрой, очень важно. Очень важно приобрести нам это качество в Великем Посту. И далее он пишет. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Итак, здесь тоже апостол Павел проводит революционную идею, по сути. Хотя Новый Завет – это не революция. Революция – это разрушение. Зачастую несет с собой. Это снос прежних устоев. Церковь не сносит те устои, которые были в Ветхом Завете. Она их преодолевает в каких-то местах, а в каких-то местах преображает, вдыхая новый смысл. «И ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Здесь опять речь идет об идоложертвенном мясе, о том, что кто-то его ест, кто-то его не ест. И те, кто его ест, они своим поведением соблазняют тех, кто не ест идоложертвенное мясо. Потому что таковые считают, что идоложертвенное мясо может сделать меня ритуально нечистым. И вот апостол Павел, в принципе, четко обозначает свою позицию по этому вопросу. «Ради пищи не разрушай дело Божие». Не в пище суть. Не в том суть, что кто-то ест идоложертвенное, а кто-то не ест. Не в этом суть отношений Бога и человека. Не во внешних правилах. А во внутренних отношениях. Во внутренней предрасположенности. В готовности слышать и относиться к себе самокритично. Не уничтожать себя этой критикой, а быть здравомыслящим человеком. Понимая, что я не во всем прав. Соответственно, «ради пищи не разрушай дело Божие». То есть, если кто-то ест это идоложертвенное мясо, то есть вы опустите этот вопрос просто. Не обсуждайте его. Апостол Павел говорит это в конкретной общине. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». И вот какой апостол Павел приводит здесь принцип. Заметьте, в пище нет ничего плохого или хорошего. Она индифферентна. Есть проблема в нашем отношении к ней. И здесь апостол Павел как раз-таки об этом говорит, что да, я могу есть это идоложертвенное мясо, и оно меня не отторгнет. Но если из-за этого кто-то страдает, если совесть ближнего обличается этим, если из-за меня кто-то страдает, то не буду делать этого вовек. Хотя я понимаю, что его страдания, вот с объективной точки зрения, они бессмысленны. Но субъективно он же продолжает страдать, несмотря на всю необъективность. Соответственно, лучше не есть мясо, не пить вина, дабы не вводить никого в соблазн. Ты имеешь веру, понимание, да, того, что блаженое мясо меня не отдаляет от Бога. Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. И все, что не по вере, грех. Вот разумный подход. Все, что не по вере, грех. Какие-то рамки дозволенного, допустимого показывает нам церковь. Но мы не должны спускаться в тотальное контролирование всего и вся своей жизни, как это сделали один монашеский орден в Средневековье, на Западе, которые занимались так называемой казуистикой, пытались найти все возможные варианты прегрешений в этом мире, их вариации, и на каждое такое прегрешение дать ответ. Этого невозможно. Поэтому очень большое внимание нужно уделять нашей христианской совести. Поэтому все, что не по вере, грех. Вот основной источник, основная опора нашей духовной жизни в Великом посту. Мы не должны соблазнять ближнего, учиться слышать других людей, относиться к себе самокритично, и в то же время опираться на жизнь в Духе Святом, придерживаясь того царского пути, который предлагает церковь с ее повседневной жизнью, с ее правилами, канонами, с ее вектором, который направляет нас к истинному покаянию и соединению с Богом. Итак, дорогие братья и сестры, я надеюсь, каждому из нас сегодняшний отрывок запал в сердце, и он для себя что-то понял внутри. И вот это что-то сохранилось в нас и приумножилось в течение Великого Поста. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое приемы и решенье небес.